Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. В сегодняшнем видео я хочу показать вам свои любимчики, фавориты за последнее время. У меня их накопилось очень много, поверьте, но в этом видео я хочу показать вам именно те продукты, которыми я часто пользуюсь, даже кое-что из вещей я вам покажу. И это видео я снимаю не одна. Мы решили вместе с Ирен Влади снять такого рода видео. Я думаю, что все из вас знают, кто такая Ирен Влади. Это очень добрый, хороший, позитивный, открытый блогер. Она очень красивая, ухоженная. Ира давно снимает свои видео. Один раз даже Ира приглашала меня на свою передачу в прошлом году, когда я была в Москве, но я не успела попасть на передачу. Ирэн очень любит органическую, натуральную косметику. В отличие от меня. Я, конечно, ее тоже люблю, но пока я не могу на нее перейти. Вот, может быть, когда-нибудь со временем все-таки это сделаю. Если вам интересно, какие фавориты у Ирен Влади, то я обязательно оставлю ссылочку на ее видео в описании под моим видео. Обязательно посмотрите, перейдите, подпишитесь на ее канал. Ну что ж, я желаю вам приятного просмотра. Давайте приступим. Первый мой фаворит неизменный. Это расческа от Tangle Teaser. У меня полная версия. До этого у меня была компактная. Версия маленькая, знаете, такая черненькая. Компактная версия не очень хорошо прочесывала мои волосы, так как они у меня густые, длинные. Когда у меня появился полноценный размер Tangle Teaser, то есть расческа, она действительно такая большая, помещается полностью в руку и зубчики более длинные, больше зубчиков. И с тех пор, как появилась у меня эта расческа, она является моим фаворитом. Ссылки на все продукты и на все вещи, которые я буду показывать в этом видео, я оставлю тоже в описании под этим видео, поэтому обязательно посмотрите. Следующий мой фаворит, это сухой шампунь. Девчонки, я обожаю сухой шампунь. Я не знаю, как я до него жила раньше. Я безумно благодарна тому человеку, кто вообще придумал сухой шампунь, потому что это такая палочка-выручалочка, это такая вот штука классная. Если у вас нет времени мыть голову или если у вас корни головы очень быстро загрязняются, жирнятся. Меня, если честно, это очень напрягает, потому что у меня действительно на следующий день уже корни грязные, жирные, кончики у меня сухие, то есть укладка может на кончиках держаться долго, до 3-4 дней, а корни головы на следующий день уже жирные и это меня всегда бесило. Получается, больше травмировала свой волос, потому что чаще мыла, чаще делала укладку. Теперь же наоборот все. Если у меня корни загрязняются, я наношу на них сухой шампунь, за счет сухого шампуня у меня появляются дополнительные объемы, плюс ко всему корни мгновенно становятся чистые. Это волосы даже становятся немного светлее, потому что здесь все-таки белый такой порошок, но я его пальчиками распределяю хорошо, в принципе не видно его, но все равно волосы становятся немного светлее, и мне это так нравится. Следующий мой must-have это матирующие салфетки, именно от Inglot. Перед моей поездкой в Москву я по всем магазинам бегала, искала матирующие салфетки, и вот как назло их нигде не было, они были только в Inglot. Матирующие салфетки это моя палочка-выручалочка, так как у меня быстро тоже жирнится эта зона, и я убираю жирный блеск с помощью матирующих салфеток. Сейчас лето, жара, они расходуются у меня в 2 раза быстрее. Вот эти салфетки, они действительно очень хорошие, они стоят своих денег. Я салфеткой матирую, убираю жирный блеск, даже можно потом сверху немного припудрить, у вас как будто бы новый макияж, то есть если вы будете припудривать на ваш жир, который выделился, да, то пудра начнет к нему прилипать, и все это будет очень-очень видно, то есть лучше сначала убрать весь ваш жирный блеск матирующей салфеткой, а уж затем припудривать немного лицо. Что ж, девчонки, я хочу вам еще раз показать мой любимый парфюм от Montal Rosmas. Это мой самый любимый аромат в последнее время, и этот аромат заценили все буквально. Заценили блогеры на вид фесте, заценили подписчики на встречах с подписчиками, потому что буквально все спросили меня, Женя, что у тебя за парфюм? Даже вот сейчас я его пробую, и я просто кайфую от этого запаха, я его обожаю, поэтому если вы тоже любите этот аромат, подскажите, пожалуйста, может у вас есть тоже какие-нибудь любимчики, потому что я думаю, у нас вкусы все-таки похожие, раз вам нравится этот запах, но я просто кайфую от него, и я еще раз повторюсь, он понравился абсолютно всем, с кем я познакомилась за последнее время. Это тоник для лица, цветок апельсина, он мне безумно нравится, во-первых, потому что в нем не содержится спирта, он очень легкий, кожа буквально кайфует от него, вот честно вам скажу, мне редко нравятся тоники, я не могу найти для себя идеальный тоник для лица, потому что либо он сушит, либо после него какое-то стянутое ощущение на лице, либо там мне не нравится, как он работает на мне, но вот этот тоник мне очень сильно понравился, девчонки, прям я чувствую, как моя кожа после него дышит, она становится такая прям приятная, мягенькая, и после этого тоника я наношу просто обычный питательный крем на свое лицо. Следующий мой фаворит это капли для глаз от красноты, это не обязательно должна быть эта фирма, лишь бы капли подходили мне, лишь бы они убирали красноту и как-то освежали мой взгляд, освежали мои глаза, потому что я часто сижу за компьютером, часто сижу в своем телефоне, часто читаю, и у меня глаза жутко напрягаются, краснеют, и я когда закапываю что-нибудь такое освежающее, облегчающее, я сразу, знаете, как будто заново родилась, и мне это очень нравится ощущение, я часто капаю капельки в глаза, не знаю, может быть это вредно, но я стараюсь выбирать такие, знаете, натуральные капли, особенно мне нравятся, конечно, японские капли для глаз, но они все равно немного щипят глаза, они с ментолом, и иногда это не очень комфортно и удобно, поэтому, да, у нас на рынке выбор небольшой, и в основном в аптеках можно найти только вот эти капли, но я без капель жить не могу. Следующий мой фаворит это помада от Makeup Studio, супер стойкая помада на самом деле, и вы, кстати, часто спрашиваете, что же за помадка у меня на губах, когда вы видите такой бледно-розовый оттенок, она двухсторонняя, потому что вот сначала вы наносите саму помаду на губы, она должна немного подсохнуть, ну секунд 20-30, а затем вы наносите закрепляющий вот этот блеск сверху на губы, и тогда этот блеск немного смягчает губки, питает их, и как бы за счет этого все-таки стойкость тоже увеличивается, с этой помадой, но я ее просто обожаю, именно цвет мне даже этот нравится, он универсальный, подходит абсолютно всем, потому что когда я училась на курсах милажиста, я убедилась в этом, вот честно, подходит всем этот оттенок, и вот недавно вы спрашивали в инстаграме, что за тинт у меня на губах, но я бы даже не сказала, наверное, я неправильно выразила, что это тинт, хотя мне кажется, что это тинт, потому что это продукт для губ и щек от EF Saint Laurent, у него кисточка очень удобная, то есть вы можно его нанести на щечки, на губки, и у него оранжево-розовый цвет, очень освежающий цвет, когда вы наносите на губы, это не смотрится как будто у вас там слой помады, это лучше смотрится натурально, полупрозрачно, бархатная консистенция, и в принципе не забивается в складочках, и не сушит прям, знаете, вот так губы, как все матовые помады. Помните, я показывала вам этот рюкзачок, я его выбрала на сайте LaModa, и на самом деле я сейчас его ношу вот повсюду, потому что он очень удобный и очень такой стильный, форма у него классная, мне нравится. И в последнее время я часто ношу вот этот клатч желтого цвета, я бы и сама себе никогда в жизни не купила этот клатч, вот честно. Во-первых, он желтый, и я иногда не могу понять сочетание цветов, и когда я смотрю на сумки какие-нибудь яркие, там зеленые, салатовый, фиолетовый, желтый, и мне кажется, что за бред, с чем их носить? Вот я никогда не понимала сумки ярких цветов. Ну, конечно, со временем все это приходит, и вы понимаете, что это на самом деле очень круто смотрится. Еще мне нравится в последнее время носить вот эти часики свет Michael Kors белого цвета. Когда вы загораете летом, у вас кожа такая смугла, и белые часы смотрятся просто потрясающе. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Кстати, не забудьте посмотреть видео Ирина Влади, ссылку я оставила под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!